МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите Первый Матищинский. В эфире информационная программа День в студии Екатерина Шарыпова. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Более двух тысяч детей скоро пойдут в новые сады и школы. На каком этапе строительства социальных объектов в жилых комплексах Скандинавский и Новое Медведково. Трехэтажная детская уже практически готова. Начинаем работы по кровле. Правое крыло заканчивается последним перекрытием. В школе номер три обсудили перспективы взаимодействия образовательных учреждений и православной церкви. Когда учитель начинает говорить о православии, то дети замирают. Неравнодушные, активные и инициативные. Больше двухсот мытищинцев стали участниками первого объединенного форума председателей Советов Домов. Принцип губернатора Андрея Воробьева «Житель всегда прав». Он на самом деле будет с нами долго и всегда. Мытищинская хоккейная команда «Просвет» готовится к чемпионату первенства России. Будем стараться готовиться и все лето будем стремиться к тому, чтобы в сезоне следующего сказать себя максимально подъективно. И к главным темам выпуска. Сегодня представители окружной администрации посетили строящиеся социальные объекты в жилых комплексах «Скандинавский» и «Новая Медведково». Скоро здесь откроются новые детские сады и школы, которые смогут принять более двух тысяч детей. Комиссия оценила и ход строительных и ремонтных работ в школе номер 6 на Новом Этичинском проспекте. Подробности в нашем сюжете. Новый детский сад в жилом комплексе «Скандинавский» строится в срок и в соответствии с современными требованиями. В здании просторные помещения для кружков и дополнительных занятий, кухня, большая столовая и спортивный зал. Осталось совсем немного времени, и сюда придут юные жители микрорайона, для которых и строится детский сад на 240 мест. Пока же здесь полным ходом идет внутренняя отделка помещений и благоустройство территории. Большой процент готовности. Через месяц в мае мы приедем еще раз посмотреть, уже будет выполнено благоустройство, чистовая отделка полностью. Думаю, уже объект будет закончен и готов будет уже к сдаче. Темпы работ в еженедельном режиме контролирует администрация округа. Так же, как и в жилом комплексе «Новая Медведкова». Здесь, не отклоняясь от строительного графика, возводится школа на 1735 мест. В настоящее время отлито 7600 кубических метров бетона из 10 тысяч. Соответственно, левое крыло трехэтажное детское уже практически готово. Начинаем работы по кровле. Правое крыло заканчивается последнее перекрытие, четырехэтажное. Работу планируем завершить к третьему кварталу 2024 года. Продолжаются строительные работы и в школе номер 6 на Новомытищинском проспекте. В новом дополнительном корпусе учебного учреждения находится просторная столовая, большой спортивный зал и переход из одного корпуса в другой. Работа здесь кипит. Строители выполняют чистовую отделку, облагораживают территорию, укладывают тротуарную плитку и возводят новую спортивную площадку. Растет все на глазах и меняется. Поэтому работы еще очень много. И вот эта окончательная чистовая отделка, она наиболее такая время затратная и трудоемкая. Возникают и вопросы у строителей, их надо быстро решать, чтобы все двигалось своим чередом. Ну и у нас вопросы к строителям. Вот все для того, чтобы это было динамично и мы успели в установленные сроки. По заявленным срокам пристройку к школе номер 6 подрядчик должен сдать к 1 сентября 2023 года. Однако в ходе встречи строители заявили, что в конце мая этот объект будет готов к эксплуатации. А это значит, что уже ко дню защиты детей новое здание откроет свои двери для школьников. Екатерина Шарыпова, Денис Корнев, Первый, Мытищинский. Перспективой взаимодействия образовательных учреждений и православной церкви стала главной темой обсуждения круглого стола в школе номер 3. Здесь много точек соприкосновения. Мытищинцы активно принимают участие в тематических олимпиадах, проводят конкурсы и реализовывают проекты. Некоторые из них даже вышли на всероссийский уровень. Подробности у Алины Саваш. Как соединить образование, веру и творчество? Увлечь детей и одновременно развить в них духовные ценности? Религиозному воспитанию в округе уделяют большое внимание. Например, в школе номер 8 уже почти 15 лет работает своя мастерская «Берестяное лукошко». Из одного материала ребята могут создать целые картины. Тема сегодняшнего мастер-класса – «Бербное воскресенье». Нам нужна розовая береста, с другой стороны она белая береста. Это имитация самих вот этих вот барашков. И самые такие вот интересные, темные кусочки коры мы ничего не красим. Подбирается весь природный материал, именно цветовая гамма, очень богатые у бересты. И при помощи выжигательного аппарата мы можем нарисовать птичек и сделать какие-то вот акценты темные. Результаты своих трудов педагоги представили на круглом столе в школе номер 3. Главная тема – формы и перспективы взаимодействия образовательных учреждений и православной церкви. Все то, что мы с вами делаем, избиваем сосульки и ладошки организовываем, и к ЕГЭ готовимся – это все очень правильно и очень важно. Но ничего нет важнее сердца, потому что ваши дети выйдут роботами, считают, что им обязаны посыпать перед их проходом дорожки. Вот все, что они выйдут изждивенцами. Если мы не будем делать вот этого. Помимо изучения предмета «Основы религиозной культуры и светской этики», у мытичинских школьников и православной церкви много точек соприкосновения. Педагоги совместно с учениками реализуют десятки проектов. В том числе внедряют тему духовного воспитания и на других предметах. На уроке русского языка перед тем, как изучить новую тему, у нас есть такой этап урока, как минутка чистописания. Мы разработали азбуку православную, в которой на каждом уроке есть о чем поговорить о нравственности и тут же поработать над чистописанием. Хотим отметить, что все учителя, которые присоединились к нашему проекту, говорят о том, что когда учитель начинает говорить о православии, то дети замирают. За годы сотрудничества с медичинским благочением Сергиево-Пасадской епархии было реализовано много мероприятий. Каждый раз назревают новые темы, которые нужно осмыслить и принять за основу в дальнейшей работе. Но прежде всего это ценный обмен опытом. У каждого педагога есть свои наработки. В нашей школе разработан проект, который называется «Модель взаимодействия сельской школы и православного прихода». Проект рассчитан на то, чтобы детей мы могли разными способами воспитать. Это может быть урок, это может быть круглый стол, это может быть чтение или наоборот создание литературы. Мы еще располагаем электронные школьные газеты. И как раз материал для газеты нам помогает православный приход. Многое уже сделано, но планов и перспектив еще больше. На круглом столе, в котором приняли участие педагоги из разных городов Подмосковья, предложили приглашать представителей духовенства на выпускные и последние звонки. Эту идею руководство школ поддержали. Алина Саваш, Андрей Капустин, Пиром Итичинский. Павел Нуштаев провел встречу с жителями деревни Вешки. Мытичинцы рассказали заместителю главы администрации о том, какие вопросы для них стоят особенно остро. В первую очередь строительство канализационной системы волнует селян. Необходимо также обратить внимание на незаконную свалку мусора, модернизировать контейнерную площадку, обновить детскую игровую зону и обустроить ливневку. В период весеннего половодия нередко происходит подтопление земельных участков этого населенного пункта. Сейчас по весне здесь возникла большая проблема. Это подтопление. Подтопление частных участков. Было большое обильное количество снега в этом году зимой. Выйдут, я уже дал поручение, выйдут специалисты нашего водхоза, чтобы посмотреть возможность обустройства все-таки ливневой канализации на наших муниципальных участках, чтобы попробовать отвезти воду от частных. Я думаю, мы тоже справимся с этой задачей в ближайшее время. Ну и общие вопросы благоустройства. Конечно, жители волнуют и устройство новой детской площадки, и дооборудование контейнерных площадок. Все хотят жить в порядке. Я думаю, мы им поможем. По результатам встречи составлен протокол. Все вопросы взяты на контроль. Неравнодушные, активные и инициативные. Сегодня в Центре культуры Подмосковья собрались те, кто всей душой и сердцем болеет за то, чтобы их дом был лучшим, двор чистым, а город самым развитым. Первый объединенный форум председателей Совета домов и улиц частного сектора объединил более 260 мытичинцев. И каждый из них хочет, чтобы его мнение было услышано. Большая часть из тех, кто сегодня находится в зале, это жители сельских территорий. Как отметил в своем выступлении депутат Московской областной думы Михаил Мурзаков, старосты деревень и поселков – это главные помощники власти. Самые активные, самые въедливые люди – это были сельские старосты. И это хорошо. Это те люди, которые знают свои права и которые умеют требовать, требовать, чтобы власть считалась с мнением жителей. Собственно, по тому принципу, который провозгласил наш губернатор. Принцип губернатора Андрея Воробьева «Житель всегда прав» в нашем округе реализует глава Юлия Купецкая. Большую поддержку в этом вопросе ей оказывают лидеры общественного мнения. Комфорт. С чего же он начинается? С дома, со двора, с подъезда. Нам важно, в каких условиях живут наши жители. И принцип губернатора Андрея Воробьева «Житель всегда прав» – он на самом деле будет с нами долго и всегда. Форум стал удобной площадкой для диалога. На нем выступили представители управляющих компаний, территориального управления, лидеры общественного мнения и председатели Совета домов. Участники форума смогли задать интересующие вопросы прямо из зала. Следуя принципу губернатора, лидеры общественного мнения уже провели сотни встреч. Но самое главное – это результат от них. Вы сами знаете, что вопросы бывают разные. Есть, которые решаются достаточно быстро. Есть вопросы, которые решаются менее быстро. Но в любом случае мы будем вести от начала и до конца. И в любом случае результат будет. В Мытищах налажено тесное взаимодействие между жителями и управляющими компаниями. Благодаря этому люди сами определяют, какой именно текущий ремонт они хотели бы организовать. На основе этих запросов коммунальщики формируют инвестиционные программы. Каждый житель говорит свои нужды, предлагает. Очень много сейчас людей не просто критикуют, а предлагают. Задействованы практически все этажи тех необходимых институтов, которые должны это выполнять. Ну и жители не остаются стороне, они тоже помогают. И это хорошо. По окончании выступления председателя Совета домов и староста населенных пунктов были отмечены благодарственными письмами за активную работу и тесное взаимодействие. Очень удобно и очень приятно, что наше руководство помнит, замечает нас, старается принять участие в нашей жизни. Очень удобно. Такие форматы открытого диалога с жителями у мытищих становятся уже привычными. Подобные форумы планируют проводить на регулярной основе. Алина Саваш, Андрей Капустин, Первый мытищинский. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных органов. Вот уже 60 лет они стоят на страже законности. Более чем за полувековую историю подразделение претерпело множество реформ. Но одно осталось неизменным – любовь сотрудников к выбранной профессии. Интересный факт. Сегодня все чаще эту профессию выбирают женщины. О леди в погонах как раз и пойдет речь в нашем сюжете. Конечно, без следствия в любом государстве нельзя. Но за последние века и даже тысячелетия кто только не занимался столь важным делом. В России идея создания следственного ведомства была реализована Петром I в XVIII веке в ходе судебной реформы. До 1860 года расследованием преступлений занимались и городская, и земская полиция. Позже учреждались отдельные должности судебных следователей. А вот указ Президиума Верховного Совета СССР наделил этими функциями Министерство внутренних дел. Кто они? Следователи следственного управления, о которых мы привыкли судить по детективным сериалам. Многое там не совсем точно, так говорят сами следователи. А из чего же тогда складываются их будни не по книжным детективам? Это очень много бумажной работы, много общения с разными людьми, как с потерпевшими, так и с подозреваемыми, обвиняемыми, адвокатами. Александра пришла в управление чуть более года назад. И любопытно, что ее привело в столь непростую профессию. Неужели литература про Шерлока Холмса? В школе я читала классику, такую как «Война и мир». То есть никаких детективных романов я не читала, ими особо не увлекалась. Не были же Толстой, Пушки, ну все вот наши классические писатели. В отличие от классики, детективные фильмы и литература создаются для развлечения. И здесь вряд ли пригодятся, каким же должен быть сам следователь. Он должен быть очень грамотный, потому что очень много требуется анализа, как документов, то есть всех фактов, всех добытых доказательств. Впрочем, и само слово «следователь» однокоренное со словом «исследователь», то есть изучающий процессы жизни и их постоянные изменения. Когда выявляешь преступников и таким образом помогаешь нашим потерпевшим, то есть вот именно способ изобличения их. Здесь зависит и определенное техническое оснащение. Сейчас особенно на фоне преступлений, киберпреступлений, телефонных мошенничеств. Сегодня в России свыше 45 тысяч человек трудятся в этой профессии. И ежегодно они расследуют более полутора миллионов уголовных дел. Мир меняется, меняется и структура преступлений. Поэтому герои картины голландского живописца Томаса де Крейзера, а это офицеры-стражи из далекого 17 века, сегодня не поняли бы, как их коллеги из 21 века охраняют и здоровье, и имущество, и спокойствие граждан. Но неизменным остается одно для следователей всех времен. Он должен понимать о том, что оказывает помощь людям, то есть он стоит на защите. А своим коллегам я хочу пожелать, во-первых, никогда не задаваться. Бывают в нашей службе сложности, бывают где-то недопонимания, но это все можно пережить. Наша служба очень нужна, наша работа очень нужна людям. Семейного, как говорится, тепла, поддержки – это обязательно. Кстати, в межмуниципальном управлении МВД России «Мытищенское» по адресу городской округ Мытищи-Колпакова, 15-2, открыты вакансии следователей. На службу приглашаются граждане России, имеющие высшее юридическое образование в возрасте от 18 до 40 лет. И кто хотел бы посвятить себя столь непростому, но интересному делу, обращайтесь по телефонам Мытищенской полиции. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый, Мытищенский. Межсезонье на водоемах – самая тревожная пора. Об этом не устают напоминать сотрудники Государственной инспекции маломерных судов. Для профилактики проводятся рейды, в ходе которых демонстрируется состояние льда и опасности, которые подстерегают неосторожных людей. Об обстановке на Мытищенских водоемах расскажет Сергей Берзин. Сегодня катер на воздушной подушке – единственное транспортное средство, на котором можно передвигаться по акватории водохранилища. Ледоколы здесь не ходят. На катере проходим традиционным маршрутом и кое-где замечаем следы недавнего присутствия отчаянных рыбаков. Причина проста. Сейчас подлёдный лов может быть самым богатым. Однако главный вопрос – не как зайти на лёд, а как уйти с него. Экстремалы, конечно, находятся. Вчера двое на Пироговском рукаве Клязницкого хранилища выходили, ловили. Всё обошлось? Всё обошлось, да, слава богу. Ежедневная проверка состояния льда. Бур проходит, а вернее проваливается через лёд в считанные секунды. Лучина 30 сантиметров, но он уже игольчатый. Как видите, судно-воздушная подушка остановилось, она его проминает. Сегодня здесь, на Клязьминском водохранилище, самый опасный лёд. По сути, это не лёд, а очень хрупкая, напитанная водой ледяная масса. Достаточно сделать два шага в сторону и провалишься. А выбраться из этой массы самостоятельно очень трудно. Катер на воздушной подушке – единственное безопасное место. Он быстр, но и ему времени может не хватить для оказания помощи потерпевшему. Такие льдины опаснее акул. Если вы захотите выйти на лёд, подумайте о безопасности жизни своей. Потому что лёд – это уже, скажем так, не лёд. Он игольчатый. Тяжело будет выбраться. Сезон зимней рыбалки давно закончился. И это надо принять. А сегодня главное – безопасность. Сергей Берзин, Константин Бондаренко, Первый, Мытищинский. В Госдуме предложили продлить выходные дни в России с 1 по 9 мая. Сделать это авторы инициативы хотят за счёт сокращения новогодних каникул. Предложение вызвало бурное обсуждение в обществе. Что думают о перспективах таких изменений в календаре и выходных дней жителей городского округа, показал опрос. Мы вообще заядлые дачники. Весна – это лучше, чем зима. С 1 по 9, наверное, победит. В январе прекрасно, и в мае нужно. Я за май, но январские нужно оставить всё-таки. Я хочу майские выходные. Тоже мои. Тоже мои. Это уже май. Мы любим май. К новостям спорта. Завершился первый чемпионат студенческой хоккейной лиги Московской области сезона 2022-2023, в котором приняли участие 8 областных команд, в том числе и хоккеисты из Матиш-Просвет. По результатам 14 туров чемпионата определилась тройка лучших команд, где наши хоккеисты заняли третье место. Теперь ребята готовятся к первенству России по хоккею, который пройдет в Нижнем Новгороде с 11 по 18 апреля. Ваша задача свернуть сюда атаку, чтобы этот выгонял с борта и накрал этого игрока. Сегодня эти ребята, хоккеисты студенческой команды «Просвет», еще больше времени проводят на льду. Игроки в усиленном режиме готовятся к первенству России по хоккею. Эту путевку им подарила победа в первом чемпионате студенческой хоккейной лиги Московской области сезона 2022-2023. Тренировка проходит в штатном режиме. Готовимся к чемпионату студенческой хоккейной лиги, финалу. Я в команде год почти. И когда я пришел, когда меня ребята выбрали капитаном, я решил сделать так, чтобы у нас в команде все берли друг за друга. Соответственно, с каждой игрой у нас игра становилась все слаженнее. И вот результат на инии России. Напомню, закрытие чемпионата студенческой хоккейной лиги, по итогам которого определились три команды победителя, состоялся в спортивном комплексе «Можайска-Багратион», где по результатам 14 туров чемпионата определилась тройка лучших команд. Первое место заняла команда из Чехова «Серебро» у «Можайска». Дальнейшие планы у команды. Радоваться победе. Какое-то определенное количество времени, я думаю, небольшое. И, соответственно, готовиться на следующий сезон, потому что в следующем сезоне у нас будет расширение команд в линии, насколько я знаю, их будет в два раза больше, если я тоже правильно знаю. И, соответственно, нам нужно будет доказывать, что мы все-таки не зря заняли третье место по тем командам из восьми, которых мы бились. И будем стараться готовиться, и все лето будем стремиться к тому, чтобы в сезоне следующем сказать себя максимально победивно. Секрет победы, признаются хоккеисты, в первую очередь зависит от командного духа. Ежедневных тренировок, поддержки болельщиков и веры в победу. Наша цель – это забивать голы, играть в активный хоккей, и чтобы наша игра была красивой и нравилась болельщикам. Главное – это дисциплина. Порядок бьет класс. Дисциплина прежде всего. Если соблюдать дисциплину и выполнять тренерские задания, то результат будет положительный. Первенство России по хоккею пройдет в Нижнем Новгороде с 11 по 18 апреля, где на льду встретятся сильнейшие хоккейные команды со всей страны. Желаем нашим хоккеистам показать высокие результаты и привести чемпионский титул в Мытищи. Екатерина Шарыпова, Первый Мытищинский. И в завершении напоминаем, что в пятницу на нашем телеканале выйдет новый выпуск авторской программы «Мытищи православные». Речь пойдет о Донбассе, гуманитарных и миссионерских поездках священников в зону специальной операции. Они не носят военную форму, не вступают в бой. Их главное оружие – молитва. Все требы таинства совершаются особым образом. Никто нас, конечно, в семинаре не учил, как нужно крестить, исповедовать, причащать, служить молебны, когда стены подрагивают от канонады. Это основная задача священника – погасить ненависть. Самое, наверное, большее, чего я боялся, это если я встречу на исповеди выражение ненависти к врагу. То есть, ну как я могу разрешить от грехов, если человек горит этой ненавистью? И, слава Богу, я ее не встретил. Бывает, Господь отнимает руки и ноги, но дает крылья. Разговор о важных смыслах и вере не пропустите на нашем телеканале в пятницу в 20.00. Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Напомню, первый «Мытищинский» есть и в социальных сетях. Всего вам хорошего и, конечно же, берегите себя. Субтитры подогнал «Симон»